Благодарю команду сеанса и гостю Шабловского. У нас присутствуют гости, чип экзекьютив из компании IMAX, у нас присутствует глава ФПРСИ Клаус Сетер. И, конечно, мы рады приветствовать прекрасного английского артиста Райфа Байнса, который скажет вступительные слова. И я еще раз напомню, что у нас проходит конференция русской кино «Глаза не иностранцев», которую будут модерить Анна Гудкова и Наталья Дрозд. Здрасте. Спасибо, что приняли участие. Так что, добро пожаловать в открытой конференции русской кино. Из «Ази от иностранцев». Я хочу дать открытые слова к мистер Райф Байнс. Благодарю вас за просмотр и добро пожаловать в Сент-Петербург. Благодарю вас. Благодарю вас. Доброе утро, дамы и господа. Я хочу говорить по-русски, мне очень сложно. Я боюсь, не могу объяснить все по-русски. Моя любимая переводчика, Кира, будет переводить. Everyone's experience of culture is unique to them. Для каждого человека культурный опыт совершенно уникален. Ответ на культуру формируется многими вещами. Our parents, our language, our childhood experience, детские воспоминания, by what is familiar to us and what is not. Тем, что нам знакомо и тем, что не знакомо. Since I was a child, a boy, looking at photographs of Russia, of the revolution, of historical figures, photographs of its landscape, I have felt there was another space or place, another experience. Я почувствовал, что существует другое место, другое пространство и нечто другое, другой опыт. With another history that I wanted to get to know. И другая история, которую я хотел бы узнать. I don't know why. Не знаю почему. Когда я был молодым, моя мама дала мне книгу Станиславского. По-английски она называется «Актер готовится». I was perhaps too young then to appreciate its detail. Вероятно, в то время я еще был слишком молод, чтобы оценить всю ее глубину. But later, as a student, I referred to this book often like a Bible. Но когда я стал студентом, я обращался к этой книге очень часто как к Библии. Когда театр Маяковского приехал на гастроли в Лондон в 1987 году они играли в нашем национальном театре, где я в то время работала. I saw what I believed to be beautiful, clear, natural, clean acting, what I believed Станиславский was looking for. Я увидел именно то, что я считал прекрасным, ясным, естественным, чистой актерской игрой. То, чего искал, не как мне казалось, то, к чему стремился Станиславский. And I'm talking about this experience because I wanted to share with you my first point of conscious connection with Russian drama or culture. Я сейчас рассказываю об этом, потому что я хочу с вами поделиться своим первым опытом или моментом, когда я сознательно соединился с русской драмой или с русской культурой. The word culture conveys a formality for me. It's a word for intellectual discussion. Для меня слово «культура» в нем есть нечто формальное, поэтому я считаю, что смысл этого слова можно обсуждать. I believe that art or culture hinges on a point of spiritual or emotional recognition. Я считаю, что культура или искусство опираются на духовное осознание. Когда я смотрел пьесу, которую играли молодые актеры и были так в нее вовлечены, я очень расчувствовался и стремился подняться к этому. Мне кажется, первый русский фильм, который я увидел, это был фильм Сергея Бондарчука «Война и мир». Его передавали по английскому телевидению. И я помню, как взрослые, которые в это время были вокруг меня, высказывали восхищенные замечания, и как мой папа был впечатлен масштабностью и в то же время детализацией съемок Бородино. Наверное, в это время мне было лет 9 или 10, и я еще всего этого понять не мог. Но через много лет я организовал показ этого фильма в Лондоне и пригласил небольшую группу своих друзей. Мероприятие прошло очень успешно, и затем я организовал показ в фильме 1160 года «Братья Карамазовы». Мы смотрели вместе «Преступление и наказание Куледжанова» и «Гамлет Козинцева». Можно сказать, что это был маленький частный фестиваль русского фильма. И когда я был студентом, я помню, я смотрел Потемкин Эйзенштейна в нашем национальном кинотеатре. И я помню, как меня поразил фильм Тарковского ностальгия. И Сокурова «Мать и сын». И еще фильмы «Дама с собачкой, которая меня тронули». «Баллада о солдате» и «Летят журавли». Множество. Обычно просмотр фильма, который приехал с другой страны, это обычно взгляд внутрь души этой страны, ее духовной истории боли и гордости. Я считаю, что вот такая открытость that being open to this glimpse, this view of another world или, как сказать, открытость этой возможности заглянуть в другой мир it leads us to a place of empathy ведет нас к восхищению perhaps not always comprehension может быть не всегда пониманию but this state of being open may create a curiosity that leads to some understanding но эта открытость может породить любопытство которое впоследствии приведет нас к пониманию какому-то It's fascinating to me this perspective of the viewer who is given an opportunity to share in another country's questions and dilemmas. Меня восхищает взгляд зрителя, которому предоставляется возможность заглянуть и разделить с другой страной ее вопросы, ее дилеммы. Aspects of pride and sacrifice and, most importantly, another country's sense of humor. Вопросы гордости и вопросы пожертвования особенно важно разделиться этой стороной чувства юмора. The comedic spirit is the great open hand of contact. Duh комедийности — это рука, как бы дружественная рука. When I told some Russian friends that I had enjoyed the film Gorka, they made a face and commented, oh, that film portrays us as vulgar drunk. I was surprised. I loved it because I know there's an English version of Gorka, an Irish version, maybe a French version. I'm not sure, I'm not sure that getting drunk is unique to Russia. I have, as you know, had the temerity to attempt some Russian roles in films. As you know, I even tried to play some Russian roles in the film, like Onegin or Rakitin in Vera Glagoleva's Two Women. Please forget any clumsy nuances. These projects were personal to me, beginning only with a simple pulse of recognition. Some qualities of Evgeny Onegin are English, too. I've been asked to say a little about another mostly Russian film that I am developing. Some part of me is reluctant to talk about a film when it is in its preparatory stages. Especially in public. But you may or may not know that I'm working on a film about the very young Rudolf Nuriyev. The story of this film is really a portrayal of his student life in Leningrad. It's also a story of his weeks in Paris in 1969. When the young boy from Ufa experiences another world go crazy for him. And there are moments of his childhood in Ufa also. I think the subject speaks to me not because I'm a ballet fan and not because I wish to make a film specifically about dance. It speaks to me because if anyone exemplifies a will to connect across borders. It speaks to me because if anyone exemplifies a will to connect across borders. Across different cultures through the expression of their art. It is Nuriyev. I have to tell you I am moved by his explosive wish to connect. Many years ago I worked with the French actress Juliette Binoche. On set one day she kicked away a colored piece of plastic that was placed to help her hit her knot. As her foot impatiently brushed away this little barrier she said I hate limits. I love this moment because it expressed the spirit of wishing to break our limitations. To extend beyond what we think we know. And I believe that it has been my engagement with the power and emotional range of Russian cinema that has challenged me and perhaps seduced me a little to push my limits and question my assumptions. I am delighted and honored to be here at this forum with many artists and practitioners and curious minds about the art of cinema. To be here in the spirit of understanding, hearing, seeing each other's worlds. To be here in the spirit of understanding, hearing, seeing each other's worlds. Each other's experience. We live in difficult times, not only political, but we live in a digital age that often short circuits and corrupts our ability to engage at death. But this time I believe the work of filmmakers carries the responsibility to show us ourselves, our human selves without shame or fear. We must not lose faith in cinema that can show us our contradictory and ambiguous humanity. To show us honestly, our weaknesses and strengths and the complicated painful shifts and currents of our age. и сложные, болезненные перемены и течения нашего века. Спасибо. Спасибо. Добрый день еще раз. Мне кажется, более вдохновляющий, более открывающий перед нами горизонт и перспективы речи мы не могли ждать и даже мы не могли мечтать о таком открытии конференции. И, собственно, все остальные наши выступления, я думаю, что будут посвящены тому, как сделать так, чтобы российское кино оказывало на людей по всему миру столь же глубокое, пронзительное и невероятно важное влияние.